В Мексике неизвестные убили трёх женщин и шестерых детей из религиозной общины. Среди них были члены семьи Лебарон с американским гражданством. Предполагается, что на убитых могли напасть наркоторговцы. Известно, что группа женщин и детей ехала на трёх машинах из штата Сонора в штат Чуауа. По дороге автомобили, вероятно, попали в засаду. Причина нападения неизвестна, но, возможно, оно произошло по ошибке. Сожжённая машина предположительно принадлежала двоюродной сестре Хулиана Лебарона, активиста по правам человека. «Должна существовать мораль, должна быть справедливость. Сегодня я слышал, как президент Мексики говорит, что у нас свободное и суверенное государство. Где здесь свобода? Очень тяжело». Президент США Дональд Трамп написал в Твиттер, что замечательная семья из штата Юта попала под огонь враждующих наркокартелей, в результате чего погибло много американцев, в том числе дети. Он также призвал мексиканские власти стереть наркомафию с лица земли. Президент Мексики заявил, что обсудит с Трампом этот вопрос. «Я поблагодарю президента Трампа за поддержку и выясню, есть ли возможность получать помощь, когда это необходимо и в рамках двусторонних соглашений. Мы попросили бы о такой поддержке и очень ценим эту возможность. Но, думаю, для решения этой проблемы нам не понадобится вмешательство иностранного правительства». Между тем, сенатор-республиканец из Юты выразил обеспокоенность в связи с убийством людей. «Я согласен с президентом, что Мексика должна по-настоящему взяться за эти наркокартели и остановить растущее насилие. Если в этом мы можем чем-то помочь, то наш долг это сделать». Это не первое нападение на семью Лебарон в Мексике. 9 лет назад члены наркокартеля убили Бенджамина Лебарона, основателя организации по борьбе с преступностью. Власти Мексики ведут войну с наркомафией с 2006 года, но положительных результатов не видно. За последние 12 лет в стране было убито 250 тысяч человек и большинство – жертвы воин-наркоторговцев.